Всем привет! На связи Якимов Игорь. В этом ролике мы будем выбирать для вас электрочетчик. Основной задачей у нас будет выбрать оптимальный счетчик по минимальной цене. Итак, начинаем. Для начала выбираем по типу счета. По типу счета бывают механические, электромеханические и электронные. В чем достоинство механических счетчиков? Это счетчики, которые служили при наших дедах. Они нам хорошо известны, они отличаются достаточно высокой надежностью, но в данный момент они уже не выпускаются. А счетчики, которых класс точности 2,5, уже не допущены к эксплуатации. Чем хороши эти счетчики для вас? Потому что они имеют малую чувствительность. Малые токи, которые происходят от зарядки телефона, от тока, который потребляется электроаппаратурой в режиме ожидания, этот счетчик не чувствует. И естественно киловатты вам не наматывает. Но сейчас эти счетчики отходят и на замену приходят электронные счетчики. Промежуточным звеном между электронными счетчиками и механическими, являются электромеханические счетчики. Они имеют электронику, как и в электронных счетчиках, но имеют узел подсчета электроэнергии механический. И собственно электронные счетчики. Современные электронные счетчики могут служить до 30 лет. Они потребляют малый ток, они удобны в эксплуатации, они легко допускаются к установке, но реальный срок их службы еще не проверен, так как эти счетчики появились сравнительно недавно и не прошли проверку времени. Нам надо выбрать счетчик по типу питающей сети. Вы должны знать у вас однофазная питающая сеть или трехфазная питающая сеть. Эти данные можно найти на документах на подключение дома питающей сети или можно посмотреть на старый счетчик, который вы собираетесь менять. Обычно в квартирах стоят всегда однофазные счетчики. В частных домах бывают как однофазные счетчики, так и трехфазные счетчики. Чтобы понять, что перед вами трехфазный счетчик, ищем на счетчике вот такой вот значок. На данном счетчике вы можете найти питающее напряжение. Это 220 вольт, дробь 380 вольт. Это напрямую указывает то, что этот счетчик трехфазный. Мы уже выбрали, нам нужен однофазный счетчик или трехфазный. Дальше мы должны выбрать счетчик по максимальному току. Максимальный ток указывается на счетчиках. Вот как на этом счетчике тут написан. Вот на этом счетчике тут написан. Как определить, какой счетчик по току нам нужен? Обычно я определяю по току входного автомата. В квартирах обычно ток входного автомата 40 А. Я рекомендую счетчик на 60 А. Если в доме входной автомат на 63 А, то я рекомендую счетчик на 100 А. Есть еще одна методика, когда суммируются все потребители, которые могут одновременно работать в доме. И согласно этому выбирается счетчик на данный ток. Но я считаю, что подбирать счетчик по типу входного автомата более эффективно. Дальше выбираем счетчик по классу точности. В данном счетчике класс точности двойка, а в этом счетчике класс точности единица. Чем меньше цифра, тем больше класс точности. Вообще рекомендуется для себя выбирать класс точности двойка. Потому что этот счетчик будет менее чувствителен для малых токов. Как я говорил, токов, которые потребляет зарядка телефона. Или тока, которые потребляют электроприборы в режиме ожидания. Также можно взять счетчик с классом точности единица. Но не рекомендую брать счетчики более точные. Более высокий класс точности хорош для организации, которая поставляет вам электричество. Вам выгоднее иметь счетчик с классом точности 2. Дальше выбираем по типу установки. Если у вас стандартный бокс, в котором устанавливается счетчик на 3 болта, вам подойдет вот такой счетчик. Или можете использовать счетчик, который устанавливается на Динрейку, но через переходную планку, которую можно купить в комплекте к этому счетчику. Если вы собираетесь счетчик устанавливать в бокс, где стоят Динрейки, то вам рекомендуется именно покупать счетчик, который устанавливается на Динрейки. Динрейка это вот такая вот пластина. Дальше выбираем по тарификации. Счетчики по тарификации разделяются на однотарифные, двухтарифные и трехтарифные. Прежде чем сделать выбор, какой счетчик купить по тарификации, надо узнать, какие тарифы у вашей энергоснабжающей организации. Допустим там, где я живу, однотарифный счетчик отличается от двухтарифного тем, что у двухтарифного ночью 23 вечера до 7 утра тариф ниже. А в дневное время он одинаковый у однотарифного и двухтарифного счетчика. Трех же тарифный счетчик, он получается, когда высокое потребление электроэнергии, у него расценка дороже, чем у однотарифного счетчика, ночью гораздо ниже, чем у однотарифного счетчика. А в остальное время тариф такой же, как у однотарифного счетчика. Если этот счетчик стоит на даче, и вы дачей редко пользуетесь, то смысла покупать двухтарифный счетчик у вас никакого, потому что вы много электроэнергии на этом и сэкономите. Также нужно посмотреть, насколько отличаются тарифы по однотарифной тарифации и двухтарифной тарифации. В некоторых районах днем по двухтарифной тарифации расценки дороже, чем у однотарифной, а ночью дешевле, а в среднем такая же, как у однотарифной. То есть, стоит посчитать, насколько вы сэкономите деньги, купил двухтарифный счетчик. Если разница небольшая, то лучше остановиться на однотарифном, так как изначально этот счетчик дешевле. При покупке счетчика обязательно проверяйте дату первичной поверки, которая отмечена в вашем паспорте. Первичная поверка это проверка счетчика на заводе изготовителя. Проследите, что счетчик можно устанавливать после первичной поверки не позднее, чем через два года для однофазных приборов и не позднее, чем один год для трехфазных приборов. Иначе Энергосбыт не примет этот счетчик в эксплуатацию и вам нужно будет делать неплановую поверку счетчика, что стоит денег. Причем эта стоимость может быть дороже, чем стоит сам счетчик. Дальше, задумайтесь, нужны ли в счетчике данные возможности. Это дистанционное управление счетчиком. У некоторых счетчиков есть возможность управлять ими через интернет. Если вы, например, забыли утюг включенным, вы можете отключить все напряжение в доме дистанционно. Или, допустим, едете на дачу, можете предварительно включить напряжение на даче. Если у вас там подключены электрообогреватели, они будут заранее греть вашу дачу. Есть и такая возможность, как передача показаний через интернет. То есть вам не надо каждый раз проверять показания счетчика, а счетчик сам будет передавать показания напрямую в Энергосбыт. Главным недостатком такой передачи показаний в Энергосбыт является то, что в случае неуплаты Энергосбыт может также дистанционно отключить у вас электроэнергию. Есть счетчики, которые ведут журнал показаний счетчика. Они отмечают, когда было пониженное напряжение, когда счетчик переключился на один тариф, когда переключился на другой тариф. Может контролировать, какое потребление у вас было на каждый момент времени. Это особенно интересно, если вы сдаете свое жилье и можете контролировать, как расходуют ваши жильцы электроэнергию. Или если такой счетчик стоит на производстве и можете контролировать, когда у вас потребляется электроэнергия. И можете зафиксировать, когда ваши рабочие проводят халтуры, не положенные для работы время. Также есть счетчики, которые ведут учет в двух направлениях. Это актуально для тех людей, у которых имеют ветрогенераторы, которые ставят на крыши солнечные батареи. И он учитывает как то, что приходит электричество к вам в дом. Также он может считать, если вы отдаете электричество из вашего дома. В некоторых счетчиках есть оптический интерфейс. Я думаю, это больше полезно для вашей организации, которая обслуживает счетчик и будет его программировать через этот интерфейс. А вам вряд ли эта возможность пригодится. На рынке России представлено большое количество импортных счетчиков. Лидирующее положение занимают счетчики ABB. Это качественные счетчики, но они достаточно дорогие. Прежде чем купить такой счетчик, надо прикинуть, насколько вы согласны переплатить за то, что у вас будет стоять импортный счетчик. Также существуют отечественные счетчики, которые не сильно уступают по качеству импортным счетчикам. Слева вы видите счетчик Нева. Он по размерам такой же, как автомат однополюсный, но выполняет функцию счетчика. Он занимает минимум места в электрическом ящике и очень интересен с точки зрения установки, так как он почти не занимает места. И он стоит относительно недорого. Порядка 1200 российских рублей. Посередине вы видите счетчик энергомера CE-101. Такой счетчик стоит у меня дома. Это один из самых недорогих счетчиков. Я встречал в интернете этот счетчик по цене 500 российских рублей. Справа вы видите счетчик Меркурий. Это первый электронный счетчик, который я установил в электрический бокс и поставил своему клиенту. Это было порядка пяти лет назад. Тогда это было в диковинку. Сейчас выбор электронных счетчиков достаточно обширен. Также привожу рейтинг на июнь 2018 года. Рейтинг проводился с сайтом Рэнкью. В магазинах электротоваров задавали один вопрос. Какую марку счетчика вы больше рекомендуетесь клиентам? При этом счетчики энергомера рекомендовались 36,8%. Счетчики Меркурий рекомендовались 30,2%. Счетчики Нева рекомендовались 17%. Остальные счетчики рекомендовались 16%. Выбирайте себе счетчик и до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы первым узнавать о новых видео. Ставьте лайк. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. А также делитесь своим опытом по теме выбора счетчиков. До встречи в новых видео.